Всем привет! Собрался я с силами, вирус я свой подведить не могу, как-то я болею, но я думаю мы сейчас разберемся с последней четвертой частью занятия по правам на папки и файлы, а именно с установкой сложных битов в стике, сует и сгид битов. Все тот же нескончаемый 104.5 у нас. Разбираемся с теми самыми битами. Я уже показывал это в прошлой презентации, подчеркну еще раз, давайте. Сует это set, user id, бит запуска от имени человека, который является владельцем файла или папки. Сгид это set group id, это бит запуска от имени группы владельцев. И стики бит, у него много свойств было раньше, сейчас он используется для защиты содержимого каталогов. Пока это так все абстрактно звучит, на практике поймете. Такой промежуточный слайдик, подчеркну я, это надо помнить так для себя, это сразу в голове вряд ли задержится, но тем не менее. Суиды устанавливаются для файлов, сгиды для файлов и для папок имеет смысл ставить. Стики биты у нас устанавливаются для папок. У них у всех есть цифровые значения, то есть мы можем назначать их точно так же, как права. Мы можем назначать через RVX, через различные сосчитания буквенные, мы можем их назначать цифрами. Точно так же эти биты мы можем назначать цифрами. Вы видите, у каждого из этих битов есть свое значение, их можно как-то комбинировать. То есть если мы установим шестерку, это значит вместе мы установили суть и сгид. Если тройку, то сгид и стики наоборот и так далее. Бит этот дополнительный устанавливается через буквы, я покажу сейчас как, через цифры, он ставится перед цифрами, которые отвечают за права. То есть вы уже умеете устанавливать после предыдущих занятий права такие, как 755, вот эти 764. Когда мы ставим дополнительный бит, перед этими цифрами появляется еще одна. Это красный для вас выделен. Есть у меня примеры, как эти биты можно ставить через буквы. Бит сует, он всегда прибавляется к правам пользователя. Бит сгид прибавляется к правам группы. И стики бит прибавляется к правам остальных пользователей. То есть мы точно так же на прошлом занятии с вами добавляли права, допустим, если мы хотели пользователю добавить права чтения, мы писали U плюс R. Если, допустим, у всех остальных разобрать права исполнения, мы писали O минус X. Точно так же мы можем прибавлять и отнимать те самые биты. Суеты и сгиды через буковку S, стики бит через буковку T обозначается. Вот так немножечко запутанно. Давайте разберемся с этими битами в нашей живой Ubuntu. Подчеркну, если вы так сейчас сходу не поймете, не пугайтесь, мы этой серии занятий по LP к первому просто готовим такой фундамент знаний для того, чтобы в дальнейших курсах как-то практически применять полученные знания. То есть если что-то непонятно, не переживайте, на практике будем разбирать в дальнейшем, а вы можете откатываться назад и смотреть эти уроки заново. Значит я в нашей папке немножечко сейчас повозился, почистил в своей домашней папке все, что есть и создал папку folder и пустой файлик script.run. Вот так я его назвал. Владелец и у файла и у папки Андрей, группа владельцев тестовая. Если вы не знаете, что это такое, посмотрите где-то два занятия назад, что мы делали. Давайте для начала установим suit.bit на наш файлик script.run. Значит script.run, видите, сейчас на него стоят права выполнения в принципе у всех. ReadWriteExecute, ReadWriteExecute. То есть в принципе любой его может выполнить человек. Но если допустим мы скажем, что на файлик script.run стоят права у нас, ну допустим, не знаю, 7.7.0. И теперь у нас этот файлик могут запускать только владелец и группа владельцев. Вот вы видите rvx, rvx, а все остальные не могут. Мой пользователь, он не входит в группу testers, это я вам сейчас так говорю. И поэтому он не может никак запускать этот файл. То есть он не может его выполнить. Не может запустить execute. Я могу, конечно, добавить ему эти права, но бывает нужно сделать так, чтобы этот файлик запустился именно от пользователя Андрея. То есть когда я запущу файлик script.run, чтобы он запустился не с моими правами и полномочиями, а с правами и полномочиями того человека, кто этот файл создал. То есть если даже я сейчас укажу на файл script.run права не 770, а там 775 какие-нибудь, и даже мой пользователь сможет запустить этот файлик, то все равно, если я установлю suite.bit, мой пользователь запустит этот файл, но не от своего имени, а от имени владельца, то есть от имени Андрея. Объясню сейчас, для чего это может пригодиться. Давайте сначала просто установим. Значит, чтобы установить, мы пишем, я уже показывал вам в примере, change mode. Для change mode нам нужны права. Пользователю добавляем suite.bit. Так пишется комбинация. Script.run. Проверяем ls-l, что у нас выходит. И видим то, что, во-первых, у нас теперь файлик подкрашен красным. Это моя оболочка так настроила, мы настройки оболочки с вами тоже проходили. Она показывает то, что это потенциально опасно, потому что не рекомендуется устанавливать специальные биты на файлы, если вы только до конца не уверены в том, что вы хотите сделать. И вы видите то, что x, право x, у меня поменялось на буковку s теперь. Вот эта вот буковка s говорит о том, что установлен suite.bit. И теперь кто бы не запускал этот файл, он всегда будет запускать его от имени Андрея. Можно, кстати, подробнее посмотреть. Мы, по-моему, еще команду stat с вами не смотрели. Stat. Она показывает статистику, полную по файлу. Вот он, наш скрипт run. И мы видим то, что у меня теперь права стали 4770. То есть у меня спереди появилась эта вот циферка 4, которая говорит о том, что у нас установлен suite.bit. Вспоминайте слайдик, там вес suite.bit равен 4. Давайте отнимем это право, где оно у нас там было. Не плюс s, а минус s. Отнимем это право. И ls-l, посмотрим, чтобы все вернулось на место. Вернулось, файлик снова зеленый, и вместо буковки s у меня снова буковка x. Значит, для чего это может быть нужно? Есть некие программы, которые имеют доступ к аппаратной части. Например, ping. Когда ping проверяет связь с каким-то узлом, ему нужен доступ к сетевухе. И по умолчанию права на ping есть только у root. Но если мы хотим, чтобы все пользователи могли пользоваться root, то мы должны разрешить им запускать от имени root программу ping. То есть это реально запуск от имени, как в Windows. Запуск от имени другого пользователя. И тут это установка вот этих всех битов. И поэтому, если мы с вами глянем, ls-l, bin ping, у нас он лежит в бинарниках, мы видим то, что он тоже подкрашен красным, и то, что у него и владелец, и группа владельцев root, и установлен вот этот самый сует-бит. То есть мы знаем то, что ping потенциально программа не опасная. Единственное, что может, это проверять связь с узлами. Поэтому мы разрешаем пользователям остальным пользоваться нашим ping от имени пользователя root. Точно так же, как мы сейчас установили права сует-битой на запуск от имени пользователя Андрея нашего файла script.run, мы можем точно так же запустить замену группы, то есть запуск от имени группы. И когда я со своим пользователем попробую запустить этот файл, будет использоваться в качестве прав не моя группа, а группа testers. Тут возникает очень хороший вопрос. Сейчас давайте я сначала все-таки сделаю change mode. SuperVir.do, change mode. В группе добавлю теперь с git bit, сет группа id, script run, проверим ls-l. Видим то, что теперь файлик стал желтый, то есть это осталось опасным, но уже не таким опасным. Потенциально у нас git вот так вот покрашен в нашей оснастке, в нашей оболочке. И видим то, что буква s теперь появилась вот здесь. Тут может у вас возникнуть вопрос, что будет, если у меня пользователь входит и туда, и туда. Но здесь, например, сами стики биты тоже не важны. Допустим, у вас есть пользователь Андрей и пользователь testers. И у вас есть ваш пользователь, допустим, какой-то другой. Вы можете установить и sgu, и sgit, и bit, и suite bit, и пользователь ваш будет заменен, и группа ваша будет заменена, если вы установите оба и suite bit, и sgit bit. Это имеет смысл все делать только для исполняемых файлов. То есть, если вы какой-нибудь обычный текстовый файл поменяете на него, установите bit, то смысла, само собой, никакого нет. Это все именно работает при исполняемых файлах и при запуске от имени. Нередко, когда нужно подменять свою группу на группу владельцев. Но тут все зависит от того, какие права вы установили. И точно так же, если мы сейчас посмотрим статом, stat script.run, видим то, что теперь в начале появилась двоечка. Точно так же мы можем, давайте сейчас отнимем обратно эти права. Можно этого, конечно, было бы и не делать, но отнимем эти права. И установим оба бита. И юзеру, и группе добавим sticky bit. Проверяем ls-l. У нас и тут s теперь, и тут s теперь. И одна s, и вторая s. И если мы статом посмотрим, видим то, что теперь у нас спереди аж целая шестерка. Не четверка, не двойка, а шестерка. Потому что мы установили сразу два бита. Очень редко, когда мы встречаем то, что установлены сразу два бита, это надо очень сильно заморочиться с безопасностью. Просто запомните то, что git – это запуск от имени группы, suid – запуск от имени пользователя. То есть в первом случае ваша группа поменяется на группу пользователей, группа владельцев, и ваш пользователь поменяется на владельца файла. Итак, краткая отбивочка. Мы сейчас с вами разобрались с тем, как устанавливать suid из git биты на файлы. Теперь давайте разбираться с папкой. Еще раз, есть у меня папка «Моя фолдер». Вот она. Давайте, чтобы он красным так не сиял. Какой-нибудь нулем я забью первый бит. То есть точно так же я могу цифрами это все указывать. Вот забил я нулем. Теперь у меня сняты оба бита. И четвертый, и второй. Потому что теперь вместо них нолик. Так вот, разберемся с папкой. На папку можно устанавливать групповой бит и sticky bit. Для начала групповой бит. Значит, если мы с вами устанавливаем групповой бит, это очень интересное свойство группового бита, для папок он будет менять владельцев всех вложенных файлов на группу владельцев для этой папки. То есть это один из вариантов наследования. Показываю. Если я сейчас, вот я сейчас работаю пользователем своего, возьму и скажу, например, touch какой-нибудь файл txt. И вот я создал файл txt. И видно, что у него я и владелец, и группа владельцев тоже моя. Но понятно, потому что я работаю в оболочке от своего имени. Теперь давайте я возьму и установлю групповой бит на папку folder. Скажу ей change mode. К групповому пользователю добавлю с git bit на папку folder. Так, только надо, конечно, ее по-человечески описать большой буквы. Установил я с git bit. И теперь возьму и скажу, не вижу, какие права у меня. Ну, например, скажу, по-моему, моему пользователю он не даст. txt, да, давайте от суперпользователя дадим. И если мы сейчас глянем в эту папку, вот она, файлик появился. ls-l folder. Группа владельцев была заменена. Я, правда, вначале показал вам для себя, но смотрите, внутри папки создался файл, где владелец root, а группа владельцев testers. Потому что у folder тоже группа владельцев testers. Если я тому же root скажу создать на этом, в текущем каталоге файл, то в текущем каталоге у нас будет root и владелец, и группа владельцев. А если тот же самый root полез создавать файл в папку folder, то на этой папке folder у нас стоит наш git bit, вот мы его поставили. И поэтому уже внутри этой папки владельцы будут меняться на группу владельцев, кто является владельцем этого файла. Опять же, с этим битами очень сложно, очень запутанно, так сходу в голову может не прийти, поэтому если вы будете задаваться какими-то вопросами, мне прямо на YouTube в комментах пишите, я буду вам стараться отвечать, потому что я очень много говорю и бывает из-за этого становится запутанным. И последний бит, с которым нам нужно разобраться, это sticky bit. Раньше его можно было применять к файлам, и он говорил о том, что после завершения работы исполняемого файла нужно оставить его в оперативке. Сейчас у нас уже совсем по-другому работает управление оперативкой, вообще очень много поменялось с тех пор, и теперь sticky bit применяется у нас только для защиты содержимого папки. Если установлено на папку sticky bit, то только владелец этой папки или суперпользователь root может удалить содержимое этой папки. Так, например, установлено на временную папку tmp, которая находится в корне у нас права. Было установлено, глянем, я если не забуду, проверим, осталось ли установлено сейчас. А пока симулируем эту ситуацию. Значит, я также нахожусь в своей домашней папке. Что я там понасоздавал? Давайте я удаляю, чтобы она нам не замусыривала глаза. Фолдер удалим, файл удалим, скрипт удалим. Он пустой, поэтому он нам даст его удалить, даже если не я его владелец, но никаких прав на него нет. Поэтому удалили. Прекрасно. Все на месте, только фолдер почему-то осталось так. Фолдер, потому что не пустая папка, и я ее не могу просто так без суперюзера удалить. Почистили. Давайте теперь снова я создам папку, на этот раз пустую, я поэтому все и удалил, почищу экран. Создаю папку от имени своего пользователя. mkdir folder. Создал. Дам на нее всем максимальные права. Дал. Прекрасно. Давайте, даже не буду я его через а-8-л показывать. Создам в этой папке файл text.txt Вообще не люблю я файлы text.txt Давайте файл.txt Вот так вот. Отлично. Посмотрим, что у нас там создалось. ls-l folder. Создался файлик с правами по умолчанию. Права по умолчанию мы проходили на прошлом занятии. Это маски. Напоминаю вам. Read write, read write, read стоят у меня права. Ну, давайте я поменяю права на этот файл. change mode folder файл.txt Только надо было права вначале написать. На, допустим, 666 Выполнять его не надо. Это все равно неисполняемый файл. Но права на чтение и запись теперь есть у всех. Вот они. Read write, read write, read write. Следите за входным мыслям. Есть у меня другой пользователь. Андрей, вы видели, я его создавал. Переключусь на него. Чтобы переключиться в другого пользователя, это опять же немножечко тема нам ранней. Это LPG2. Но сейчас просто я вам покажу то, что через SU-L можно переключиться на другого пользователя. Не помню, сдавал ли я ему пароль. Я забыл, что я пользователь Андрей просто создал через консоль, не задавая никакого ему пароля. Поэтому сейчас команда и сюда паспорт Андрей создал ему быстренько новый пароль. И пытаюсь от его имени зайти. Ну да, этот пользователь еще ни разу не входил в систему, поэтому у него нет домашней папки. Ничего страшного. Нам он нужен всего лишь для того, чтобы добраться до домашней моей папки, в которой я сейчас создал этот файл, файл .txt, и грохнуть его. Убедимся, что я действительно Андрей. Спросим у Linux, кто я есть. Who am I? Андрей говорит. Прекрасно. Переходим в домашнюю папку моего пользователя. В папку folder. Привычка у меня папки из больших букв называть. Вот мой файл .txt внутри этой папки. И удаляем его. Файл .txt. Все прекрасно. Файл удалился. Выходим от имени Андрея, попадаем в моего пользователя Симаева. Глядим в папку folder. И видим то, что там файла нет. И расстраиваемся по этому поводу. Допустим, мы хотим защитить как-то файлы внутри какой-то папки. Для этого нам нужно установить на эту папку sticky bit, как я уже и говорил. Поэтому мы пишем change mode. Можем написать единичка. И какие права у нас там есть на эту папку. Или воспользоваться более понятным синтаксисом others. Добавить sticky bit. На папку folder. Добавил. Смотрю на свою папку. Она теперь подкрашена зеленым. Моя оснастка так ее подкрасила. И видим то, что здесь x поменялся на t. То есть для suida у нас вот этот x меняется. Первый x меняется на s. Для сгида у нас вот этот x меняется на s. Для sticky у нас вот этот x меняется на t. Итак, после того, как я установил sticky bit, теперь внутри этой папки могу хозяйничать только я. Давайте я снова создам файл, как я тоже делал. touch folder file.txt Создал. Опять же дам на него точно так же небрежно дам на этот файл всем права, как в прошлый раз. Все делаю, как в прошлый раз. Загляну во внутрь моей папки. Вижу точно так же создался файл с правами redrite, redrite, redrite. Ну, в смысле, он создался другими правами, но я чмодом вот поменял на эти права на 666. Значит, у нее запись в 7. Снова переключаюсь я на Андрея. Superuser-l. Андрей. Захожу от имени его в систему. Опять же, оказываюсь я в хоуме, в корне. Потому что нет у него домашней папки. Снова я пробую перейти в папку своего пользователя. Перешел, проверяю. Файл на месте. Снова хочу коварно его грохнуть. Пишу rm. Файл txt. И он говорит мне то, что теперь удалить невозможно. То есть, несмотря на то, что у меня сейчас на файл txt стоят права 666. Вот мы это проверили. То есть, любой пользователь может эти файлы запускать и записывать в них. Но на родительскую папку, на папку folder, у меня установлен стики бит. Вот он, буквка t. И поэтому все вложенные файлы может удалить только root или тот, кто является владельцем папки. То есть, я. Вот так вот работает стики бит. Давайте выйду я от пользователя Андрея. И так показываю в последний раз, чтобы закрепилось. Есть какой-то файл. скрипт точка, не знаю, но опять пусть будет run. Вот он создался по умолчанию. Redrite, redrite, read. Чтобы установить на этот скрипт групповой бит, мы пишем changeMod user plus s имя файла script run. Или то же самое мы можем сделать командой двойка у группового бита, значение 2 и какие-то там остальные права, не знаю, 66, например. Если мы хотим установить на этот файл групповой бит, мы пишем group plus s. или точно так же мы пишем 4 и какие-нибудь там права. Если мы хотим установить оба бита, и групповой, и пользовательский, мы пишем user group plus s. Или сразу пишем и 4 и 2, то есть 6 и что-нибудь там 750. Для папки, соответственно, если мы с вами создадим папку, нашу folder, ну вот она у нас уже есть, если мы хотим установить ей групповой бит, точно так же, как для файла, мы пишем changeMod group plus s folder. Пользовательский файл, ей смысла добавлять нету, suid, потому что это папка, ее нельзя запустить, это имя пользователя, это бессмысленно. Если мы хотим установить стики бит, мы пишем others plus t folder. Или единица и там какие-то права. Folder. Если, соответственно, хотим установить и групповой, и стики бит, мы можем написать 2 плюс 1, 3. Что-нибудь там 750, folder. Или группа и others plus стики бит. И тогда будет установлен стики бит. Для того, чтобы удалять биты, мы, соответственно, можем с вами указывать в качестве прав вначале нолик, ну или если вы хотите удалить только какой-нибудь один бит из нескольких, то пишите то, что осталось. Например, если оставить только стики бит, то единичка и там какие-то права. Либо вы вычитаете точно так же там у юзера или у группы, вы берете и вычитаете биты. S. Если вы хотите удалить стики бит, вы у others его вычитаете. Вот так вот. Хорошо, что занятие я разбил на нескольких частей. Оно вон получилось аж 22 минуты. Не короткое. Это было самое такое серьезное занятие по битам. Посмотрите несколько раз. Повторюсь, если будут вопросы, задавайте на ютубе. Спасибо, что смотрели.